Сотку зарабатывали чистыми в течение полугода. За миллион десяти потом продали через полгода. Про маркетинг. Как мы привлекаем клиентов? Ютуб не забанил. По рекламе что-то скажу. Мы, короче, необычно так рекламируем. Все? Все? Да, снимайте очки. Друзья, всем привет. С вами Зиня Вячеслав. Я только что вернулся со Шри-Ланки и уже в рабочий процесс. Снимаю первый ролик в этом году. Первый у нас Иван. Он основатель сети студии эпиляции лаборатории гладкого тела. Сегодня его специалист побреет мне подмышки и он расскажет, покажет всю внутрямку своего бизнеса. Поэтому это видео, возможно, кстати, будет интересно многим девочкам, которые хотят открыть студию эпиляцию недорого. Но начнем мы с применения. То есть нужно сначала протестировать вообще как это работает. И мы решили потестить прямо на мне. Да, супер. Сейчас сделаем, пригласим нашего мастера. Мы не бреем, как ты сказал, мы эпилируем. В чем отличие депиляции от эпиляции? Да, эпиляции, смотри. Лазерная эпиляция, это мы волосы удаляем навсегда. То есть луковицу волос лазер удаляет. И волосы могут вообще не расти больше. То есть ты год пройдешь курс, и у тебя волосы вообще не будут расти. А депиляция, это ты, ну, вырываешь волосы, они опять, короче, вырастают, да. Это постоянный процесс сделать, типа, больно. Сразу вопрос. Не вредно ли это? Нет, не вредно. То есть все нормально? И смотри, сейчас мы сделаем. Мне потом нужно будет еще курс проходить. Да, раз в месяц примерно, там, раз в три недели нужно будет делать процедуру. Она абсолютно безболезненная. Где-то нужно процедуру 8 сделать, 8-10. Сколько стоит? Смотря что делать. Ну, типа, подмышки, например. Подмышки стоят тысячу рублей, если не ошибаешь. Тысяча рублей, то есть 8, там, за 8 тысяч можно... Да, удалить полностью волосы подмышки. Да, да, да. Ты меня теперь подсадил. Ребята, это основатели сети, студии эпиляции. В первую очередь, вообще, как, почему трое партнеров в бизнесе, и как вы между собой обязанности делите? Я переехал в Москву полтора года назад, в Питере жил 6 лет. Вот, занимался там товаркой и прочими делами. Вот, приехал в Москву, решил заниматься другим бизнесом, да, каким-то более чистым, там, не знаю, вот эти садоводы мне достали уже, таджики и так далее, да. Вот. Не знаю, чем заняться, начал в бизнес-тусовках везде ходить, и нашел для себя нишу, там, запартнерился с чуваком, отбеливание зубов, косметическое отбеливание зубов. Мы открыли за 80 тысяч рублей на Цветном Бульваре, отбеливание зубов, короче, отбились там за 2 недели. Как за 80 тысяч у нас одна Бульваре открыть? Угу. В слон красоты, мы там сняли кабинет за 25 тысяч рублей. Купили лампу для... Депозиты просто. Да, да. Купили лампу для отбеливания зубов, она там на Авито-тридцатку стоит. В рекламу там 5 тысяч рублей. Туда-туда, ну, короче, вот так вот. Ну, трудно. Вот. Открылись, короче, за 80, там за 2 недели отбились, там примерно сотку зарабатывали чистыми в течение полугода. За миллион 200 потом продали через полгода, ну, прям, хорошая сделка была, прикольно. Вот, и, короче... Вы точку в салоне красоты продали за миллион 200? Да, да, да. На салон красоты? Нет, нет. Я начал отбеливанием заниматься, и в этом салоне красоты была лазерная эпиляция. Как раз-таки у владельцев салона красоты. Там женщины были, вот. И, получается, они такие работают там около года в салоне на лазере, а я только заехал, и у меня клиентов больше, чем у них. Они меня начали спрашивать, они такие, типа, им лет по 45, вот так вот примерно. Они меня спрашивают, ну, как вы клиент привлекаете, там, да, помогите нам. Я им помог, рассказал, как там, таргет, не таргет, настроить и так далее. И, например, у меня стоило на отбеливание зубов клиент там тысячу рублей, у них стоило 500 рублей клиент. У меня средний человек 3000, у них 5000 средний человек. К ним клиент возвращается там 10 раз, а у меня один раз приходит, и больше не приходит. То, что отбеливание зубов, это, ну, да, полная херня, короче. Я вообще, я сходил один, я расскажу свой опыт отбеливания зубов, я один раз сходил, они, блядь, через месяц стоят такие же, я подумал, нахрен, как это надо. Блин, там средний человек выше, тут ниже, клиент дешевле, тут дороже. Надо лазерную апелляцию открывать. Вот, начал узнавать, что как. В общем, как раз-таки нужно было открывать, нужны были деньги. Игорь, это мой друг, я ему говорю, Игорь, есть тема. Подожди, а ты же продал или еще не продал? Нет, еще не продал. Продавали мы вместе потом. Да, мы открываем с ним лазерную апелляцию, у нас все пошло круто, и вот месяц 3-4 проработал лазерной апелляцией, мы в феврале, после моего дня рождения, продали и отбеливание зубов, и лазерную апелляцию. Как готовый бизнес уже, и то, и то продали. Да, в отбеливании он тоже мне потом купил долю. Эпелляция стоила? Эпелляция, сколько мы купили? Миллион триста пятьдесят. Миллион триста пятьдесят где-то так. Нормально. Да. Мы все это продали, я там хотел стать блогером, короче, начал что-то там снимать. Может быть, еще не поздно. Еще не поздно, сейчас опять начинаю, кстати. Ну, я блогера не стал, опять стал бизнесом заниматься. Мы с Игорем опять, короче, открыли студию, вот, начали развиваться по франшизе. За там 4-5 месяцев открыли 7 студий, в общем. По франшизе, в смысле, продавали, да, продавали. Да, франшизу открыли. Вот, открыли 7 студий в Питере, в Москве. Как раз-таки Андрею продали франшизу. Один из наших. Да, франшизи. Андрею продали франшизу. И фишка в чем, мы продали Андрею франшизу, открыли ему студию. И он, у нас там, блин, у нас не было ни ЦРМ-системы, короче. Вообще нифига не было. А Андрюха начал заниматься всей операционкой. Степатизацией. Сколько стоило в нашей цели? В общем, купили франшизу. Сколько паушалка там вышла у нас? Я не помню, 300 где-то примерно. 300? Ну, как бы я понимаю, что я получаю знания, время свое сокращаю. Вот, решил попробовать, рискнул. Это жесткий риск тогда для меня был. Но парням доверился, мы были знакомы до этого. В итоге начал работать. И со временем, как бы, я получил все знания, понимая, что этого недостаточно, чтобы бизнес дальше как-то развивался, у меня была прибыль, но хотелось больше, соответственно. В итоге я встал в какой-то момент, понимая, что пацаном своя грижуха, думаю, надо надеяться на себя. И начал как-то прямо продумывать всякие схемы, мотивировать сотрудников, продумывать CRM-системы, мотивацию для сотрудников постепенно, постепенно все это начало вводить. Получился результат. Ну, в то время мы с пацанами уже как-то ближе стали общаться, партнеры туда-сюда. И в итоге мне предложили поработать уже на таких же партнерских условиях. И мы втроем уже начали делать новый бренд, куда мы внедрили все эти накопленные знания и инструменты. А почему новый бренд? Зачем? Мы просто, короче, объясню. Мы продавали франшизы, я больше не буду, мне кажется, продавать франшизы, вот, но продавали всем. Качество испортилось, люди без опыта покупали, и у них ничего не получалось, мы виноваты в этом, хотя мы давали все инструменты, и как бы вот этот вот негатив не хочется. Хотя студии не закрылись вообще, до сих пор все работают, только одна студия закрылась. Некоторые даже из ребят сами теперь продают, ну, как франшизы, открывают, как готовые точки. Да. Потому что сейчас нужно внимательно рынок франшизы изучать. Да. То есть франшизы покупать, потому что... Да, и поэтому мы, короче, сейчас по франшизе вообще не развиваемся. Мы открыли новый бренд, чтобы, ну, короче, старые наши все партнеры, да, не ассоциироваться, потому что там, ну, испортилось реально качество. Да, как раздавался. Sunshine. Sunshine, да. Да. Вот, открыли новую в июне, это самый не сезон, мы работали в минус первые, там, 2-3 месяца. А почему не сезон? Ну, типа, короче, есть миф, там, что на загорелое тело нельзя делать апелляцию, будут ожоги. На самом деле у нас аппарат новый, и у нас ожогов нет. Но у людей такое мнение, и, короче, никто не ходит на аппарат. Ну, и в июле, август, то есть, вообще, в принципе, такое время, когда они сезон ваших франшизм, когда есть франшизм, да, 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 да. Если на Яндекс.Алтворстат зайти, там, есть график запросов, да, в Яндексе, сколько там, люди ищут лазерную аппарат, тысяч человек, то именно в июле, ой, в июне, в августе он на самом вообще не зума появится. Я почему думал, что лето, наоборот, все так думают, да, на ватку. Да. И потом уже, как бы, начали, когда уже сезон начался, мы уже начали выходить в прибыль, ну, и сейчас, фу-фу-фу, все ровно. Сейчас сколько у вас? Сейчас 5 студий. А почему я зашел в Инстаграм, там 3? Ну, потому что отдельные работают, отдельные, короче, там. А почему? Ну, Инстаграм разный, мы тестируем просто разные, там, гипотезы разных инстаграм. Некоторое время мы вообще, в принципе, Инстаграм не ввели на некоторых точках, потому что лод Инстаграма, как такового, клиентов нет и прихода нет. Есть от таргета, но для этого не обязательно, чтобы у тебя была заполнена страничка Инстаграма. Это нужно раздеваться? А, да. Сейчас сделаем все красиво. Ютуб мне это не забанил. Я посмотрел, нужно чуть-чуть подниматься. Что, все плохо? Я, кстати, как раз недавно об этом, ну, задумывался. Вот здесь надо сперят сделать, да. Капелляцию нужно будет делать несколько раз. С одного раза, конечно, результата не будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каллубно-горячо? Ну, тепло. Тепло ближе к горячему. А как должно быть? Должно быть комфортно. Я смотрю по мощности колбов, совсем индивидуально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Баба-баба Все? Да? Снимайте очки, тихонько вставайте Многих мужчин приходит? Ну не очень Не очень Если в процентам отношений играть Ну конечно девушек больше Процентов 10 есть мужчины? Ну да Может быть, да. Что самым делают мужчины? Подмышки. Подмышки, борода, грудь, ноги. Ладно, спасибо вам. Пожалуйста. Было приятно и быстро. Сколько у вас записей нужно? Допустим, сегодня понедельник. Сидит сегодня 10 записей. Это дофига. Обычно типа 8 записей. В среднем от 6 до 10 человек. У вас кто за что отвечает? Да. Короче, я за маркетинг. Я больше за персонку отвечаю по работе с персоналом, чтобы все было прозрачно, чтобы все было зафиксировано. За аналитиком у нас за это. Я также по внутренним моментам, по работе с персоналом. Вот этот опыт у вас же пересекается. Немного, отчасти, но не совсем. У меня, то есть, по работе с клиентами, с персоналом, по организационным моментам, по открытию кедновых студентов. Есть разница какая? Ну, всего у вас 5 салонов, например. Что, и ты, Игорь, там, у тебя 2 салона. Ты, Андрей, там, 3 салона, допустим. Нет такого? Нет, все вместе. У всех одна общая. Просто, например, по маркетингу, за мной последнее решение принимается. По операционке, по всей, за Андрюхой, там, да. По открытию, там, студии, по локации, выбору, там, да, или по персоналу, это все Игорь отличает. Ну, то есть, проблем с этим нету? Не, вообще нету. А сколько мы работаем вместе? Сколько мы работаем, Игорь? Мы с тобой уже годов полтора-два. Ну, да. Про маркетинг. Короче, как мы привлекаем клиентов? Это Инстаграм, в основном, да. Это блогеры, Таргет, и все. И другое, это партнерки с салоном красоты, с другими. Ну, типа, мы там скидки друг к другу делаем, друг к другу клиентов привлекаем, в общем. Обмениваемся клиентами. А что у нас всего работает? Инста. Таргет? Блогеры, Таргет, да. Это как бы все вместе. Сейчас мы там, да, всякие приколюхи делаем для клиентов, типа, чтобы они в Инстаграм свой выкладывали. Сколько выходит? Лид сейчас выходит сколько рублей? Пятьсот? Да, где-то пятьсот-шестот рублей. На пятьсот, ну, скорее всего, проходит много процедур, да? То есть, он приходит к вам? Короче, ну, это уже в среднем. Восемьдесят разные. Это клиент уже, который пришел к студию, он рублей девятьсот тысяч стоит. Ну, у него LTE достаточно большое, там приходит, там, от СМИ до СМИ в среднем. Плюс у нас, помимо лазерной процедуры, есть еще большой спектр других услуг. Также мы сейчас вводим массаж, уже делаем массаж. То есть, клиент у нас оставляет достаточно много денег, ему это нравится, он попадает в крутую обстановку и атмосферу. И у нас возвращаемость клиентов в процентов 70-80, наверное. Это еще не здраво было последнее время. Ну, это круто, да. А у вас LPG, да, тоже есть? Нет, нет, LPG нет. Пока что. Я объясню. Мы изначально лазер только делали, да, лазерную эпиляцию. Сейчас мы начали внедрять, ну, косметологии больше, идти там, карбоновый пилинг делаем, удаляем татуировки, неудачный татуаж удаляем. Сейчас начали еще делать массаж в одной студии в Сити, антицеллюлитный. Вот, просто у девушек какая проблема вообще, в принципе, это попа и лицо. Помогает. Что? Ну, массаж, да. А это руками делают, там, очень такая, типа, неприятная процедура, но помогает, да. Начали делать массаж антицеллюлитный. Прикольно заходит, короче. Ну, то есть, клиенты подешевле, чем лазер стоит. И сейчас хотим вообще внедрить, мы уже внедрили, запускаем фейсфитнес, фитнес лица. Это вообще, там, отдельная тема, короче, крутая тема. Ну, типа, вот на тренировке ты ходишь в спортзал, да, чтобы, ну, там, быть в тонусе, короче, да. Перестанешь ходить на тренировке, у тебя, как бы, объяснит живот, там, как у меня, например, сейчас. Это, и также на фитнес лица, то есть, прорабатывают полностью, у тебя мышцы лица все, и у тебя, ну, как бы, лицо в тонусе будет, и, ну, можно с помощью фитнес-лица убрать второй подбородок, допустим, девушкам, да. Можно избавиться от морщин, там, ну, и так далее. Ну, если, конечно, тебе не 50 лет, уже, там, поздновато будет делать. Но, как бы, когда это все начинается, можно, ну, в общем, фитнес-лица идея какая? Ну, то есть, да, чтобы девушки не пользовались услугами косметолога, да, потому что-то, ну, не очень, там, да, губы колоть и так далее, а, ну, как бы, натурально делали себя красивой, вот так, вот. Ну, это, как бы, отдельная тема, мы только тестируем, пробуем, дальше будем не дремя. Начали, вы просите рассказывать, то есть, у вас одно из, один из филиалов в Сити находится? Да. Как работает, в общем, нормально? Ну, получше, чем все. Что там? Аренды же бешеные, там, все окупается? Нет, аренды, там. И не такая большая аренда в Москве. Не такая большая аренда, да, мы, там, договорились, через своих, там. То есть, ты всегда какие-то... Да, 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 да. Ну, то есть, в Сити, а кто, в основном, ходит? Те, кто живут? Работают, в основном, кто там. Затрудники? Да, офисники. По рекламе, что-то скажу. Мы, короче, необычно так рекламируем, знаешь, там, типа, в Таргете, обычно, что, все рекламируют, типа, 40% скидка, приходите к нам. У нас, короче, как, я люблю, короче, заниматься с этой всей суетой, вот. Я выкладывал, тестировал картинка, где девушка с волосатой подмышкой вот так стоит у нее прям волосы. Ну, и типа, и там клик стоил, там, что-то в 20 раз дешевле, чем на, вот, там, просто красивую картинку или, там, лазерная пиля. Моя фотка прикольная, когда на открытии мы делали, я там поторс голый со сфинксом, лысая кошка, которая. Я такой, типа, а у тебя гладкая киска. Реклама, нормально, в смысле, реклама? Ну, есть способы, чтобы пропускали, да, у нас. Ребята там есть, кто трафиком, ну, занимаются на арбитража. Какая, прям, на грани? На арбитража, кто занимается трафиком, они умеют, короче, с фейсбуком работать и пропускают. Сколько вообще средним одна точка приносит? Где-то 140 примерно. Числим? Да. Вот по обороту где-то, ну, в среднем. По разуму, бывает 400-600, ну, если устраняем за год, то вот. Ну, еще раз, по сути, в планах открываться, открываться еще. У нас сейчас 5 студий, мы хотим за ближайшие, там, где-то 3-4 месяца открыть 15 студий. Ну, что согласен, 5-6 месяцев, это, ну, прям, если бизнес работает, то хорошо приносит, почему бы его нештабировать. Да, я всегда говорю, то есть, я вот сейчас сейчас прихожу, и мне говорят, особенно, вот, опять же, ребята, кто учатся на тренингах, говорят, все, хочу франшизу. Я говорю, да нахрена тебе франшиза, делай филиал. Ну, типа, один филиал приносит, как 10 франшиз. Если человек, который вот нас сейчас хочет запустить такой бизнес, вы понимаете, да, то, что вы сейчас рассказываете, и кто-то посмотрит, скажет, огнище, 5 месяцев окупаемость, 80 тысяч, там, ну, не 80 тысяч, условно, недорого, до 300 тысяч можно запустить все. Да, ну, если без заморочек, да. Что бы советовали этим людям? То есть, вот, запускаем. Ему нужно иметь, ну, про запас еще где-то миллион рублей на ошибки, на всякие. То есть, это то, что было у нас. То есть, на тестирование рекламных каналов, вот, на, там, тестирование оборудования, потому что он был один аппарат, один, а тут другой, третий, на сотрудников, на много-много всяких вот этих моментов, о которых он не знает, которые ему только предстоит узнать, вот. Поэтому очень-очень много затрат будет. Ну, а какие здесь риски, а вообще, вот, то, что клиент не будет приходить в клиент? Клиент не будет приходить. Сейчас просто лазерная аппеляция, ну, если в картах посмотреть, в каждом доме есть лазерная аппеляция. А уже все, вот, я вот так понимаю, к тебе. Вот, мы знаем, как это сделать. А расскажи немного про внутреннюю, про то, как учет клиентов организован, CRM-систему, какая стоит и если стоит, и как вообще все это ведется, отслеживается, там, метоки. Ну, вообще, с самого начала, это были все таблицы, естественно, это все неудобно, потому что не всем-то даже доступ к или таблицы, и чтобы всем было удобно, мы можем что-то таблиц сделать. В итоге мы пришли к тому, что мы начали пользоваться CRM-системой, это U-Clients, Y-Clients, это так называемое. Там большую плюсомку, что к каждому сотруднику можно настроить доступ, каждый сотрудник видит свое расписание, каждый член команды может зайти посмотреть, ну, нужны какие-то параметры, осветить, допустим, обороты, осветить какие-то расходы. И в итоге все абсолютно цифры, которые есть в бизнесе, они у нас там фиксируются. А как выбирать локацию, такие форматы? Да, смотри, в общем, у нас формат такой, мы снимаем в салоне красоты уже кабинет, да, вот. По локации мы всегда открывали в центре, рядом с метро, на внешний трафик мы вообще не ориентируемся, неважно, на какой он там. Мы всех клиентов через интернет сами привлекаем. Если будет внешний трафик, круто. Нет, нет. Но если будет, будет бонус, как бы, ну, прикольно, окей. А так сами, ну, на себя, короче, ориентируемся. Небольшой сайт по геалокации, как бы, да. Раньше мы ориентировались именно на центре Москвы, ну, потому что думали логически, всем удобно, в центре, с любой точки. Как оказала практика, гораздо больше клиентов на точку, которая находится за пределами даже третьего транспортного кольца. Ну, потому что там же деживут. Да. Там же деживут, да. Расскажи, какие условия вообще привлекает сейчас инвесторов, сколько процентов, сколько вход? Да, смотри, мы сейчас продаем за 800 тысяч рублей в будущей студии 30% доля, это в прибыли 30%, 30% капитализация. То есть, вы будущую студию оцениваете в 2 400? Да, 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 где-то так. Если кто-то хочет открыть сам, сейчас вы поможете, подскажете? Да, тоже можем, там, индивидуально совсем. Ну, вообще, в целом, для твоих попечек будут индивидуально, мы условия. У меня на это все. Мне кажется, основные моменты я забрал. Так вот, ну, достаточно понятный, на самом деле, бизнес. Да, простой, понятный. Ну, вопрос, самый большой, наверное, вопрос в маркетинге стоит. От себя бы я, если бы кто хочет открываться, я бы рекомендовал бы, типа, еще без локаций, бы все, просто маркетинг потестить. Спасибо вам за эпиляцию, спасибо за предупреждение, меня здесь посадили, мне придется ходить в течение года, да. Все, давайте, пока. Супер, все, огонь. Спасибо. 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 Спасибо.